Среди основных его обязанностей своевременная диагностика серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вот уже три десятилетия в Центре охраны материнства и детства трудится врач-эндоскопист Владимир Суворкин. Кстати, он единственный детский специалист такого профиля не только в Магнитогорске, но и на всем юге Челябинской области. О рабочих буднях профессионала своего дела расскажем в сюжете. На странице журнала примерно 30 фамилий, 29-30 фамилий. Из них норма при осмотре у 4-5 человек. Врач-эндоскопист многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Владимир Суворкин рассказывает, большинство его юных пациентов имеют ту или иную патологию – поверхностные, катаральные или эрозивные гастриты. Встречаются даже подростки с язвенной болезнью. Поставить верный диагноз детям – это главная задача, которая стоит перед специалистом. Мы смотрим все детское население города и детей, находящихся на лечении в стационаре. Год примерно проходит детей около полутора тысяч человек. В эндоскопическом кабинете детям выполняют бронхо- и гастроскопию. Процедуры не из приятных. Однако самое главное, говорит доктор, найти для пациентов нужные слова. Говорить во время исследования кратко, по делу, но в то же время уметь успокоить. Конечно, это стресс для ребенка, это гастроскопия, это инвазивный метод обследования, довольно-таки агрессивный. С ребенком нужно, конечно, входить в контакт. С ним нужно поговорить, как-то успокоить. У нас хороший медперсонал, медсестра, санитарочка, они там с ребеночком поговорят. В общем, у нас проблем таких нет. Мы практически за редким исключением всем детям проводим обследование без наркоза. Пацаны, внимательно, по команде, просто один глубокий вдох. Осматривается пищевод. Вот кардиальный режим впереди. Владимир Суворкин – единственный детский врач-эндоскопист не только в Магнитогорске, но и на всем юге Челябинской области. В Центре охраны материнства и детства он трудится 30 лет. В 1991 году окончил Челябинский медицинский институт. Год работал в Башкирии, после чего приехал в город Металургов. И сразу устроился в детскую больницу номер 3. Эндоскопический кабинет оснащен по последнему слову техники. Цифровое оборудование японского производства позволяет производить все манипуляции максимально быстро, эффективно и, что важно, нетравматично. Эти аппараты позволяют вывести на экран изображение верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Данные приборы обладают функцией NBI, то есть осматриваются в определенном световом спектре. Видны мелкие дефекты слизистой оболочки, также микроэрозии. Зачастую даже можно у детей не брать морфологию. Видно все на экране. Но не только такого рода исследования входят в круг обязанностей специалистов. В числе маленьких пациентов врача-эндоскописта есть особая категория – дети с инородными телами в организме. Монеты, пуговицы, мелкие детали от конструктора. Из предметов, извлеченных из бронхов и желудков детей, собрана уже целая коллекция. Батарейки, иголки. Кстати, иголки извлечены из бронхов у детей. И вот это вот зелененькое, и вот это вот синенькое. Вот эти предметы, наконечники от ручек. Особо опасны для детского организма плоские батарейки. Их тоже нередко проглатывают малыши. Они, как правило, активные батарейки, то есть плюс-минус, и стенки пищевода слипаются. Очень тяжелые ожоги, может закончиться все перфорации пищевода. Доктор не устает обращаться к родителям маленьких детей с просьбой быть максимально внимательными, не оставлять мелкие опасные предметы в зоне доступа малышей, убирать подальше все опасные жидкости. Среди планов специалиста на профессиональное будущее – дальнейшее техническое развитие. Он мечтает еще об одном видеоэндоскопе. Это необходимость, ведь после каждого осмотра оборудование необходимо обрабатывать как минимум час. А значит, плотный прием пациентов вести просто невозможно.